Мастер и Маргарита Согласно древним скандинавским верованиям, языческий бог Один, повелевая воинами, павшими в битве, обладал мудростью, даром поэзии и провидения. Скандинавы верили, что злые и добрые духи существуют реально и живут в рощах, на холмах и водоемах. Древняя Скандинавия – язычество. У нас в гостях историки Елена Мельникова и Сергей Каина. Здравствуйте. Елена Мельникова окончила филологический факультет МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, заведующий центром Восточной Европы в древности и средневековье, автор книг и публикаций в том числе «Древняя Русь в свете зарубежных источников» и «Скандинавские рунические надписи». Сергей Каинов – выпускник исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, хранитель отдела оружия Государственного исторического музея, автор статьи и публикации по истории Скандинавии и по скандинавским древностям на Руси. – Уже в христианскую эпоху, в XIII веке, Были записаны, а может быть, частично созданы на ново, переложения мифологических сказаний. Песни о богах, как их обычно называют. Они частично дошли до нас в поэтической форме, это песни о богах, в сборнике так называемой старшей эды. И в прозаическом переложении в своеобразном учебнике поэтического искусства с Норрис Турнусона начала XIII века. Кроме того, конечно, отдельные мифы, имена богов упоминаются в огромном количестве и песен, поэм, придворных дружинных певцов-скальдов в сагах и во многих других произведениях. Поэтому мы как бы знаем много, но это все уже не оригинальные, вот исконные мифы, а в какой-то степени переработанные в христианскую эпоху. С другой стороны, есть археологические материалы, с которыми тоже свои проблемы. Ну, конечно, археология, она не может существовать в отрыве от данных других наук. Вот если говорить о, собственно, язычестве, как скандинавском, так и язычестве на территории Древней Руси, мы можем увидеть, что, собственно, источников, вернее, объектов, которые можно интерпретировать как языческие капища, языческие святилища практически нет. То есть проблема интерпретации достаточно сложная. То есть археологи, в первую очередь, фиксируют материальные остатки прошлого. И без обращения, опять же, к письменным источникам, без обращения к источникам изобразительным, как бы все наши интерпретации, они достаточно умозрительные. То есть только на соединении всех наук можно делать более-менее оправданные заключения. А почему нету таких мест, где можно было бы что-то подчеркнуть археологам? Это результат воздействия более позднего пришедшего в те места христианства, которое каким-то образом старалось уничтожить память о язычестве? Вполне возможно. Ну, вот, например... Или просто это, ну, как, не старались скандинавы увековечивать какие-то свои... Ну, не знаю, храмов у них не было, у них были места поклонения, места жертвоприношения, вот какие-то такие места. Ну, если верить источнику XI века, известное описание адамом Бременского храма, именно храмов Старой Упсали, то есть и с храмами, и, так сказать, жертвоприношениями у скандинавов было все нормально. Вот. И, ну, как бы, вот есть письменный источник, и вот, собственно, что нам дает археология. В 1926 году на предполагаемом месте нахождения этого храма, да, святилища, были проведены раскопки, было обнаружено некоторое количество, собственно, объектов, некоторое количество ям, которые, вроде как, концентрируются, так сказать, некие четырехугольные такие, в общем, в плане сооружения, и все. Вот, то есть... Но они подтверждают адаму Бременского или... Ну, понимаете, адам Бременский рисует там, вот, как бы, монументальные сооружения. Здесь мы этого не видим, но, опять же, следует говорить, что они, раскопки были достаточно небольшими по площади, и на месте предполагаемого святилища, предполагаемого храма, уже, так сказать, в христианское время была построена сначала деревянная церковь, а потом была построена каменная церковь. Вполне возможно, что именно при строительстве... Да, и были, как бы, ну, часть сооружения была, в общем, безвозвратно потеряна, но, я думаю, продолжение раскопок, как бы, может нам дать какие-то... Ну, или были какие-то, совершившиеся, более продвинутые методы, которые... Ну, как-то, не снося церковь, могут позволить что-то посмотреть. Ну, дело в том, что описание Адама Бременского, вообще, это уникальное и потрясающее описание. Значит, Адам Бременский – это немецкий, гамбургский священнослужитель. Писал он около 1070 года, то есть в 11, в конце 11 века, историю гамбургских архиепископов. И рассказывал об их интенсивнейшей миссионерской деятельности в Скандинавии, в том числе в Швеции. И вот он описывает, что вплоть до его времени сохранился языческий центр в Старой Упсале. Это 4-5 километров от современной Упсалы, к северу от Стокгольма. Он рассказывает, что на этом месте стоит огромный храм, деревянный, в котором находятся три статуи, позолоченные. Статуя Одина, статуя Тора и статуя Фрейра – трех главных богов языческого пантеона. Рядом с этим храмом находится священная роща, в которой на деревьях в виде жертвоприношений могут быть повешены животные, лошади, например, и другие. А также человеческие жертвоприношения там совершаются. И кроме того, есть в этой роще колодец, куда сбрасывают различные ценные предметы для приношения богам. Но были установлены литературные источники, конечно, этого описания, античной и так далее. Описание храма самого. А что касается всех прочих прелестей, включая рощу, колодец и святилище, то действительно, как Сергей Юрьевич совершенно справедливо сказал, никаких следов, ничего, даже этого колодца не нашли. В Старой Упселе ведь еще три огромных королевских кургана V века, более раннего времени. Королевские они потому, что король распорядился их раскопать. Примерно так. Но королевские за их размер. Действительно, это колоссальные курганы. Сколько они примерно метров? 5-6 метров в высоту и, в общем, где-то в диаметре метров 60-100. Колоссальные совершенно курганы. Они не полностью раскопаны. Специально оставляют археологи шведские их на будущее, когда будет более совершенная техника. Но вот те раскопки, которые проводились, показали, что это V века нашей эры, эпоха великого переселения народов. А вот следов храмов викингских не обнаружено. Но мы знаем по другим изобразительным как раз источникам, о которых говорил Сергей Юрьевич, изображением на так называемых готландских рисованных камнях человеческие жертвоприношения. Действительно, на одном из камней, относящихся к 8-9, немножко более раннему времени, изображено человеческое жертвоприношение под священным, очевидно, деревом. Человека кладут на какое-то возвышение, и, значит, над ним стоит с мечом другой человек. Так что здесь как бы сочетание таких литературных традиций, но археологически мы действительно это не прослеживаем. Язычество Не только скандинавское, а вообще развитое язычество – это ведь не просто мифы, рассказы о богах или что-то. Это мировоззрение. Это комплекс представлений о всем мире. Это как бы древняя философия, которая охватывает все. Это и представление о происхождении мира, и об устройстве мира, как он организован в пространстве, во времени и так далее. Это представление об устройстве общества и так далее, и так далее. Поэтому вот язычество скандинавское – это образ жизни скандинавского общества. И поэтому оно так важно, и так важно его изучение. Потому что именно оно помогает нам лучше понять, что себе представляли, соответственно, скандинавы. И что же они представляли? У них была прекрасная правда. Опять вот я повторюсь, что мы знаем это по памятникам уже XIII века. То есть, может быть, некая систематизация под влиянием крестьянской концепции, истории произошла. Но тем не менее, от происхождения Земли, о котором рассказывается в мифах великан Имер, был расчленен на части из его тела, образовалась земля, из его крови – океан и воды, из его костей – горы, и из его черепа – небесный свод. Значит, верховный бог Один однажды шел по берегу вместе с другими, со своими братьями Вилееве, и они обнаружили деревяшечки, лежащие на берегу. Они подняли эти деревяшки и вдохнули в них жизнь. И стали первые люди – Аск и Энгла. Один – верховный бог в германо-скандинавской мифологии, отец и предводитель высших богов – асов. Один наделен чертами могучего шамана – мудреца. Он – бог войны и раздоров, хозяин дворца. Ему подчинены валькирии – воистинные девы, дарующие по его воле победы в битвах. Оружие Одина – копье Гунгнир, которое никогда не пролетает мимо цели и поражает насмерть всякого, в кого попадет. Корабль Одина – самый быстрый в мире. Он вмещает любое количество воинов. Один шел по миру и пришел на хутор, где жили бедные, зачуханные, грязные люди. Он остановился у них переночевать, они его гостеприимно приняли, как и положено. И через некоторое время у женщины, хозяйки этого хутора, родился сын. Его назвали Трель – раб. Один шел дальше, пришел на хутор, хороший, крепкий, такой хутор хорошего хозяина. Остановился там ночевать. Через некоторое время родился ребенок, которого назвали Карл – крестьянин. И, наконец, Один посетил хутор, богатый и все прочее со всеми положенными принадлежностями. И там родился ребенок, которого назвали Коном. Кон-унгар – молодой кон. Или вместе – конунг – правитель. И так далее. И дальше рассказывается, чем должен заниматься каждый из этих трехчастных организаций. То есть вот это трехчастная организация общества. Кон-унг, Карл и Трель. Вот, пожалуйста, представление об обществе. Эти представления как бы не отражаются в материальных вещах. А вот представление о загробных мирах, они находят, конечно, совсем другое. Мирах. То есть мир не один загробный. Нет. Загробных миров много. И совершенно замечательные миры есть. Сергей Юрьевич. Ну вот, если речь зашла об Одине и о его загробном мире, то есть у каждого из божеств скандинавского пантеона был свой небесный чертог. Так вот, у Одина этот чертог назывался Вальгава, Вальхала. Вот. И павшие в бою воины, половина из павших в бою воинов, попадала именно в чертог Одина, а вторая половина попадала в чертог Фрейли. Фрейер с германо-скандинавской мифологией – бог плодородия. Фрейеру под власть на солнечный свет он посылает людям богатые урожаи. Фрейер мало уступает красоте богу весны и света Бальдру, и так же добр, как его отец Нью-Йорк. Он не любит войн и ссор и покровительствует миру на земле как между отдельными людьми, так и между целыми народами. Священным животным Фрейера является кабан. Вот. Чем занимались, собственно, попавшие в Вальгаву воины, тоже известны по письменным источникам. Они там, собственно, пили мед и затем, придя в боевое безумство, сражались, умирали. Убивали друг друга. Убивали друг друга, да. Ночью возрождались и, так сказать, вот… Идя по кругу. Так вот по кругу, да. До конца света, до Рагнарёка. Вот. Причем эти самые сражения Энхейриев, так называли этих воинов, изображены тоже на Готландских камнях. Вообще Вальгала изображена на Готландских камнях. Один въезжает в Вальгалу, его приветствует, Валькирия с питьевым рогом в руках, а сверху воины с мечами поражают друг друга. Очень впечатляющая картина. Вот. Ну, если еще говорить об археологии, иногда при раскопках как могильников эпохи викингов, так и поселений на территории Скандинавии, на территории Древней Руси находят миниатюрные изображения предметов вооружения, в том числе наконечника копья. Как известно, одним из атрибутов Одина было его волшебное копье Гугнир. Вот, собственно, вот, возможно, именно эти амулеты, они тоже, вот, как бы, символизируют... Причем существовало поверие, что человек, который хочет попасть в Вальгалу, в Вальгалу мог попасть либо воин, павший в битве, причем его еще отбирали по определенным качествам, только самые храбрые попадали в Вальгалу, и человек, который перед смертью пронзил себя копьем. То есть посвятил себя Одину, соответственно. Была такая поговорка, обмануть Хель. То есть перед смертью, просто человек, который умирал от старости или болезни, он попадал в Хель, то есть, ну, аналог христианского ада. И для того, чтобы, как бы, обмануть судьбу, умирающий от старости или болезни, наносил рану, смертельную рану оружием, тем самым, как бы, попадая или к Одину, или к Фрею. И Один и Фрею шли первые? Ну, про времяпрепровождение воинов у Фреи, богини любви, ничего не сказано. Скандинавский языческий пантеон формировался на протяжении очень длительного времени. Он восходит еще к общегерманскому пантеону начала нашей эры. И на протяжении этого времени в пантеоне происходили определенные изменения. Вот мы знаем по песням Старшей Эды набор, как бы, основных богов. Один – верховный бог, бог воинов, бог мудрости, хитрости, обмана, кстати говоря, колдовства, магии. Тор – покровитель людей, покровитель воинов, который сражается с великанами, с мировым змеем и так далее. Фреер – бог плодородия, его сестра Фрея – богиня любви и плодородия. И целый ряд других богов. Но даже в этих пересказах сохраняются кое-какие отголоски более ранних мифов. Например, Снорис Торусон, которого я упоминала, начинает свой рассказ о богах с войны между двумя кланами, группами богов – асами и ванами. К асам, о которых все знают, и неоязычество так процветает как раз на почве мифологии асов. Это Один, это Тор, их род, дети, жены и так далее. К ванам принадлежат фреер, фрея и их отец Ньюэрд, о котором мы очень мало знаем. По функциям фреера очевидно, что это боги плодородия, земледельческие боги. То есть боги значительно более раннего времени, чем асы, которые связаны с военной деятельностью и так далее. То есть очевидно, что представление об асах возникает, и выдвижение Одина как верховного бога, видимо, происходит в тот период, когда в обществе обособляется профессиональный военный слой. Это происходит где-то во втором, третьем, четвертом веке нашей эры. Значит, вот пласт более архаичных богов ванов, пласт богов асов. Один становится верховным правителем, а богов – людей и всего прочего. А вот на протяжении эпохи викингов, судя по всему, происходит опять же очередное перераспределение значения того или иного бога. И на первый план выходит Тор. И это очень хорошо отражается в археологическом материале. С моей неархеологической точки зрения, во всяком случае. Действительно, предметов, которые можно как-то соотнести с культом бога Тора, в археологическом материале куда больше, нежели предметов, которые можно соотнести с культом Одина. В первую очередь это относится к гривнам, так называемым гривнам с шейным ожерельем. Они изготавливались из железа, и характерной особенностью вот этих железных гривен были подвешены предметы, в которых можно как бы узнать изображение молота. Как известно, одним из атрибутов бога Тора был… Главным атрибутом. Главным атрибутом, хорошо. Узнаваемым атрибутом был, собственно, его молот, который носил название Мьёльнир. И которым он крушил великанов. Да, этих гривен найдено огромное количество, то есть они найдены как в погребальных памятниках, так и в культурном слое поселений, что свидетельствует о том, что эти гривны, они носились в поседневной жизни, это не было исключительно какой-то погребальным предметом. Вот, и также довольно многочисленные находки. Собственно, подвески, изображающие молот Тора, ряд этих предметов изготовлены на высочайшем ювелирном уровне, то есть это сканно-зерменные, серебряные, позолоченные, иногда с чернью предметы, то есть явно они относились к каким-то, ну, носились социально значимыми персонами. И в любом случае не бедными. Нет уж никак. Вот, также вот, как бы, одним из характерных признаков посвящения погребенного, не знаю, Тору, это было возложение этой гривны на погребальный сосуд. То есть в то время тело погребенного или сжигали, или, так сказать, захоранивали несожженным. Если, значит, тело сжигали, то кремированные остатки всыпались в такой керамический сосуд. Вот, и иногда находят вот эти керамические сосуды с кальцинированными костями внутри, и наверх этой гривны выдружалась, ой, наверх этого сосуда выдружалась гривна с молоточками Тора. И также Богу Тору вполне возможно, как бы, посвящались погребенные в курганах, где найдены котлы. А в котлах в нескольких случаях были найдены шкуры барана и кости барана. Барана или козла? Барана или козла, да. Ну, вот, как бы... Козлы как-то ближе к Тору. Хорошо, хорошо, видовое определение не производилось. Пусть будут козлы. Опять же, как... Косточки похожи. Да, рога. А как известно, опять же, из письменных источников, Тор передвигался по небу в бронзовой колеснице, запряженной двумя козлами. Козлами? Почему я про козлов и говорю? Имя одного переводилось как «скрипящие зубами», а второго как «скрижащие зубами». Вот. Когда Тор хотел есть, он убивал одного из баранов, козлов, извиняюсь. Вот. И обглодав косточки, он заворачивал их в шкуру и как бы прикасался своим молотом до этого свертка. И баран козел отживал, и Тор продолжал свой путь, опять же, в паре козлов. Это такой очень характерный мифологический мотив, вообще свойственный всем почти религиям. И вот еще один момент. В ряде погребений, собственно, поверх остатков сожженного, поверх погребального венитаря, клался щит. Вот. Щит, и он мог быть положен, собственно, поверх погребения или наверху погребальной насыпи. Опять же, обращение к данным письменных источников говорит, что крыша вальгалая состояла из золоченых щитов. То есть, вполне возможно, здесь тоже мы видим отражение такого. Но здесь тогда отражение культурного. Нет, ну да, это выясняет. Ну, может быть, сочетание и того, и другого. То есть, вот к концу эпохи викингов, как раз культ Тора, судя по всему, начинает доминировать. И это соответствует, между прочим, описанию Адама. Статуя Тора была самой большой и стояла посредине. И он назван могущественным из богов. Да, самым могущественным из богов. Так что мифология претерпевала изменения. За огромных миров действительно было очень много. Значит, вот вальгала, чертоги Фреи, хель, царство мертвых. Приближающееся, я бы сказала, не к христианскому аду, хотя, может быть, потом что-то перешло туда, а скорее к царству мертвых греков. Вот примерно такое же неопределенное место, где, значит, вот пребывают эти самые люди. Некое зеленое, зеленый луг, где находятся предки. Связь царства ми мертвых могла осуществляться через курган. Поэтому, скажем, сидя на кургане и произнеся соответствующее заклятие, вы могли либо оказаться внутри кургана, либо вызвать лежащего в нем, вот, для общения с ним, и, соответственно, попросить помощи, скажем, и так далее. Или забрать его оружие, например, проникнувшее внутрь кургана, и так далее. То есть курган был таким промежутком дверями в потусторонний мир, соответственно. Вот этим разным представлениям о загробном мире, в котором пребывают разные социальные категории, конечно, людей, потому что простые люди, естественно, в Хейли отправлялись прямым ходом, соответствуют и, видимо, погребальные обряды. Правда ведь? Потому что они тоже различаются. Скажем, вот такой погребальный обряд, который описан арабским путешественником с самого начала X века Ибн Фадланом, роскошное совершенно описание, в подробности. Ибн Фадлан был страшно любопытным человеком, и он по делам службы оказался в городе Булгар, примерно в месте Казани, скажем, поблизости. Оказался в Булгаре, в крупнейшем торговом центре того времени. И он увидел там купцов русов, ну это скандинавы, которые приезжали в большом количестве, останавливались в больших домах, и один из этих самых купцов умер. Его страшно заинтересовало, что с этим купцом будут делать. Он с переводчиком каждый день приходил в это самое место, где совершались соответствующие обряды, и требовал, чтобы переводчик в деталях и подробностях переводил ему все, что произносится, говорится, делается и так далее. И потом все это описал, соответственно. Значит, совершенно вот такое единственное, уникальное описание. Значит, там рассказывается и как готовили погребальные одежды, и как обрежали, как готовились к похоронам, и затем, наконец, сами похороны. Погребенный был сожжен в ладье, и отправился в загробный мир, собственно, в ладье. И, опять же, обращаясь к данным археологиям, мы имеем массу погребений, где находятся остатки этих ладей, в виде гвоздей или заклепок, скрепляющих доски кораблей. То есть, вполне, тут в данном случае вполне соотносятся данные письменных источников и данные, собственно, археологии. Куда более интересен, мне кажется, момент появления, то есть, вернее, сосуществования обряда кремации и обряда трубоположения. То есть, собственно, можно было бы объяснить появление трубоположения в Скандинавии влиянием христианства, но трубоположение там существует еще задолго до появления. И, собственно, если, опять же, обращаться к письменным источникам, то можно найти такое упоминание, что Один повелел сжигать умерших и вместе с умершим все его добро. То есть, он попадает в иной мир с тем добром, которое было сожжено с ним на погребальном костре. И так с дымом, прямо в Альгару. Чем выше поднялся дым, тем, значит, выше будет то место, которое будет занимать погребенный. А, собственно, когда умер фрейр, то его не сожгли, а его положили в курган и положили его несожженным. То есть, вполне возможно, что сожженные могли посвящаться Одину, а несожженные фрейр. А в описании Ибн Фадла, на которого я все-таки возвращаюсь, значит, совершенно замечательные детали, которые частично перекликаются с одним из наиболее хорошо сохранившихся погребений. Это Уссбергская в Норвегии. Значит, на огромную пирамиду дров был поставлен корабль, в котором был построен внутри нечто вроде дома. Туда поставили кровать, ложа, на которое возложили покойного. И вот в Уссберге сохранился целиком вот этот самый корабль. Но Уссберг не был сожжен. Не был сожжен. Ну, естественно, там сожжения действительно не было. Значит, это самый огромный корабль пикинский, на котором находились телега, ложа какой-то, сани. Но там была захоронена женщина, кстати говоря, что очень интересно. А по Иван-Фатлану, значит, этого умершего купца-руса положили на ложа. Убили, принесли в жертву нескольких коней, собак и петухов, которые должны сопровождать его. Затем из его наложниц одна вызвалась сопровождать его. И, значит, ее поднимали на руках над пологом, который закрывал вот это помещение, и спрашивали, что она видит. И она говорила, что она видит зеленый лук, на котором гуляют ее предки. Ее трижды поднимали таким образом, после чего старуха... Ангел смерти. Да, ангел смерти, как ее называют, ее удушила. И, значит, ее положили вместе с этим самым купцом русов. После чего был зажжен костер, и, значит, это пламя возносилось вверх, а потом была отризна, был насыпан курган, и на кургане водружен столб, на котором было написано его имя. И имя правителя... Да, и имя правителя русов. Так что вот такое совершенно замечательное описание. Значит, мы знаем о жертвоприношениях животных. И действительно в погребениях часто находят останки животных? Да, конечно. То есть, ну, для этого, естественно, нужны специальные исследования. Вот, но те исследования, которые были уже проведены, позволяют говорить, что среди животных, которые сопровождали, значит, умерших, были лошади. В основном, кстати, лошади. В первую очередь. В первую очередь, опять же... Их клали в ноги, по-моему, у погребенного. Да, в тех случаях, когда мы можем проследить, значит, клали чаще всего в ногах, но несколько погребений есть, когда конь положен сбоку от хозяина. Вот, кроме лошадей, также различные птицы, ну, как раз вот те самые петухи, возможно, курицы. Вот, и несколько раз, если мне не изменяет память, были найдены кости кошки. Как много наложниц могло быть погребено вместе с воином? Ну, как бы, можно говорить о двух. Больше двух не бывало? Нет, ну, я, как бы, готов говорить, там, заданные по территории, допустим, Древней Руси, да, вот, две – это, видимо, максимум. Жена и еще одна? Еще одна. Ну, да. Вторая. Ну, да. Вторая жена. Потому что, в общем, жут бывало и больше. Но, как правило, действительно жена законная и одна наложница. Ну, дело в том, что, опять же, тут надо понимать, что похороненный мужчина, он мог, если он, там, допустим, скандинав и путешествующий по, так сказать, просторам в той же Древней Руси, он мог, как бы, передвигаться без жены. Да, жена была на месте. Старожилы хуторы вела хозяйство. А это сплошные рабыни, наложницы и так далее. Так что, вот. Но раскопки велись, я так понимаю, не только в России, но не только в России. В России и в скандинаве. Ну, конечно, там постоянно ведутся очень большие проекты. Сейчас как раз вот после… Вот и самый королевский курган. Да. Ну, и королевский курган, нет, ну, вот тот же самый курган в Уссабеарге, но это начало 20 века раскопки. И сейчас продолжаются, конечно, и как раз проблем религии, язычества, перехода от язычества в христианство уделяется очень много внимания. И последние, я бы сказала, 15 лет целый ряд очень крупных проектов во всех скандинавских странах в связи с «Миллениумом», конечно, естественно, это подстегнуло так дело. Вот представление о загробных мирах и о том, что человека ждёт. Весь мир существовало определённое, причём тоже не выровненное как бы в единую систему, а такое достаточно сложное и контаминированное представление об устройстве мира. Вот мир произошёл из останков Великана и Мира, а дальше он был организован неизвестно кем, неизвестно как. Ну вот он существует в определённом образом организованном мире. Значит, совмещаются как бы вертикальная модель мира и горизонтальная модель мира. Вместе обычно существует либо одно, либо другое. Здесь оно совмещается. Значит, вертикальная модель представлена мировым древом, как во многих религиях. Ясень и Игдрасиль, крона которого уходит в небеса, ствол в срединной части и корни, у которых течёт ручей Великана и Мира, где Один почерпнул мёд поэзии. Наверху, в кроне, живёт орёл, белка бегает по стволу, осуществляя связь между мирами, у корней пасётся олень, и корни точит змея. Значит, вот распределение. Но одновременно существует и горизонтальная модель мира, которая состоит как бы из хуторов. Они даже называются гардер, хутор. Ас – гардер, хутор – асов, то есть мир асов. Мир людей – мир гардер, срединный хутор или срединный мир. Здесь живут люди. И ут – гардер. Хутор – вне, за пределами. Вот отторгнутый мир, хутор, который населён великанами, чудовищами, колдунами, финнами, кстати говоря, которые… – Не являются скандинавами. – Которые не являются скандинавами, но которые все как один колдуны, конечно же. – Соседи. – Что? – Соседи. – Ну, ближайшие соседи, естественно. – Значит, вот это горизонтальная модель. Значит, здесь Тор перемещается вот на своих козлах. Один ездит на слейпнере в восьминогом коне и так далее, и так далее. Тор защищает людей и асов, тоже самое, богов, от великанов и так далее. – А великаны откуда появились? – А великаны были снежные великаны, они погибли, так же как… Ну, индоевропейская мифология, она же проявляется вот и в греческой мифологии, тоже сначала были титаны, которые погибли. А потом великаны появились в горах, вот родились там каким-то образом, соответственно. И они живут в горах же и только изредка осуществляют вылазки и набеги на мир людей, или чаще на мир асов. И, соответственно, вот Тор охраняет их всех, поэтому у Тора очень важная была с самого начала функция защитника и покровителя от всяческих злых сил. Этот мир существует в вертикальном и в горизонтальном положении. Но мир не бесконечен, он имеет вполне определенный конец в скандинавской мифологии, чего, кстати говоря, насколько я понимаю, нету в греческой. И тут дело идет к концу мира. Рагна-рэг, гибель богов, которая описана очень подробно в одной из песен старшей эды про рицание Вельвы. Вельва – это колдунья, пророчица. Значит, она, ее Один пробуждает от сна, и она рассказывает то, что она видит. А видит она, как начинаются распри между людьми. Братья, кровные родичи режут друг друга, кровь течет по земле, и наступает конец света. И вот тут вступают в дело те самые воины, которые были у Одина. Которые попали в войну. Один не случайно их собирает в Альхалии. Он собирает войско для того, чтобы оборонять мир от чудовищ подземных, чудовищ мира великанов, мирового змея, чудовищного волка Фернера, целых хель, мертвецов, которые приплывут на корабле, построенном из ногтей мертвецов, и так далее, и прочих всяческих чудовищ. Асы во главе с Одином и его Энхериями будут сражаться с этими чудовищами. Но победить им не удастся. И мир погибнет. Асы будут убиты, и мир окажется во власти чудовищных этих самых сил. Но недолго. Потому что через некоторое время земля возродится, луга зеленеет, бальдор вернется, и боги снова будут играть в тавлеи, в что-то типа шахмат. Так что вот это циклическое время, вновь возрождающиеся, вновь возрождающиеся боги и так далее, это очень характерно для языческой мифологии, индоевропейской вообще. Совсем недавно, в прошлом году, была сделана потрясающая находка. Впервые в Дании была найдена скульптурка Фреи, вероятно, женской фигуры, сидящей на троне. Раньше женских фигур таких найдено не было. Так что это такая вот первая уникальная находка. Всегда были мужчины. А из женских фигурок довольно много изображений того, что считается валькирией. Женщины с косой, держащей питьевой рук в руках. Валькирии в скандинавской мифологии воинственные девы, дарующие по воле верховного бога Одина победы в битвах. Валькирии отбирали после сражения храбрейших и спавших воинов и отводили их во дворец Одина, где прислуживали им во время пирши. Считается, что во время битвы у мысы Клондар в 1014 году между ирландскими дружинами и датчанами 12 валькирии ткали ткань из человеческих кишок и пели свою зловещую песню. Поверженными оказались датчаны. Все боги все равно смертны, потому что мы с последующим возрождением. Да, да, боги смертны, действительно. Более того, они очень даже смертны, потому что Рагнарэг предвещает гибель богов, имела предвестника как бы. Это смерть сына Одина Бальдра. Существует тоже подробный миф о том, как это происходило. И считается, что на этот миф существенное влияние оказало христианство. Но тут разные точки зрения, конечно. А дело было так. Жена Одина, Фрик, получила предсказание, что ее сын Бальдр будет убит. И она обошла всю землю, заклиная каждое растение, каждый камень и так далее не причинять вреда Бальдру. И получила со всех обещание не делать этого. И единственное, кого она забыла попросить об этом, это ветку Амеллы. Мягкую, гибкую. Она считала, что... Опасности не пристали. Опасности здесь нет. Боги очень обрадовались, что Бальдр не погибнет и конца мира не будет. Потому что было предсказано, что вслед за смертью Бальдра погибнут и они. И они начали состязаться в метании стрел в Бальдра. Все боги вооружились луками и стреляли в Бальдр. Странное развлечение. Для того, чтобы убедить... А, проверить. То ли проверить, но во всяком случае они вот так вот начали развлекаться. И тогда бог Локи, который был богом очень особым, он имел постоянное отношение с потусторонним миром, с великанами. Он мог превращаться в женщину. И, скажем, он родил вот этого страшного волка Фенрера, который потом будет в конце мира бороться с Одином. Локи положил на лук слепого бога Хедра ветку Амелы. И когда Хед выстрелил, то эта ветка Амелы убила Бальдра. Страшное несчастье. Боги в отчаянии. И совершается погребение Бальдра. На корабле, вот так, как мы рассказывали, как это происходило, но корабль поджигается и выпускается в море. Причем вместе с Бальдром погибают, убивают его жену Нанну. И наполненный сокровищем их корабль поджигается и опускается в море. Вот это предвестник гибели богов. То есть боги очень даже смертные. Я так понимаю, что какие-то отголоски вот этих мифов, этих религиозных верований, они были принесены и на Русь тоже. Ну, примерно одного времени возникновения язычества и там, и там, да? Ну, возникновение язычества мы вообще не можем сказать, когда оно произошло. Ну, конечно, Каково взаимопроникновение? Ну, славянское язычество и скандинавское как бы существовали параллельно, потому что христианство приняли практически одновременно. Скажем, в Дании христианство принимается в 960-е годы. На Руси Владимир крестит в 988 год. Первая треть 11 века это христианство проникает и в Швецию, и в Норвегию. Ну, вот взаимопроникновение или взаимодействие язычества, я не знаю, проявляется ли оно каким-то образом в... Нет, но если обращаться к, собственно, погребальному обряду, то мы находим совершеннейшие, так сказать, параллели между тем, как захоранивали на территории Древней Руси и тем, как хоронили на территории Скандинавии. Те же самые, так сказать, погребения в ладье, погребения с использованием всяких каменных вымосток. Опять же, обряд порчи оружия, столь характерный для Скандинавии еще с Венгельского периода, он также встречается на территории Древней Руси. То есть тут... Но это Скандинавы в основном были сновидны. А порча оружия, она была чем вызвана? Ну, тут, опять же, как бы... Трудно сказать. Много версий. То есть, возможно, боязнь покойника, да. Возможно, просто вот, как бы... Дело в том, что Скандинавы, они одушевляли свое оружие. То есть со смертью хозяина должен умереть его меч. То есть меч или ломали, или просто сгибали. Может быть, какие-то, так сказать, совершенно-то... А что еще одушевляли Скандинавы? Ну, копье. Да вообще оружие. Любое оружие, оно одушевленное. Да, потому что это... Корабль? Ну, не знаю, насколько, понимаете. Ну, корабль имел название. Имя собственное у него было. То есть все, что носило имя собственное, оно все живое. Ну, оно, в общем... Ну, оно нарекалось, да. То есть вполне в одном... Оно не то, чтобы живое, но оно, в общем, наделено какими-то вот такими одушевленными качествами. Не знаю, существует... До какой степени оно существует само по себе, но оно, в общем, очень тесно связано с хозяином. Вполне возможно, что порча оружия объяснялась какими-то прозаическими моментами. Дело в том, что как бы любое оружие, оружие профессиональных воинов, оно очень высоко ценилось. И то есть известны случаи, когда в курган проникали для того, чтобы достать то или иное оружие. Наиболее распространенным видом оружия викингов было копье длиной около полутора метров. Таким копьем можно было и колоть, и рубить. Скандинавские топоры, секира, отличались широким, симметрично расходящимся лезвием. Скандинавский меч представлял собой длинный, тяжелый, обоюдоострый клинок с небольшой гардой. Оттачивалось только верхняя часть клинка, нижние две трети слабо или вообще не затачивались. Мечи викингов были тяжелыми, поэтому иногда во время длительного боя меч приходилось держать обеими руками. Кстати, насчет обреда. Кто был посредником между этими миром, людьми и миром, я имею в виду, были ли жрецы, или каждый общался сам по себе? Дело в том, что в первом веке нашей эры, когда мы знаем о германцах, но не о скандинавах, как таковых, римский историк Тацет подробно описал их образ жизни, нравы, обычаи и веры, в том числе. Он писал о наличии жрецов, и не только жрецов, но и жриц, причем он называет некоторых богов, которых мы потом знаем, скажем, Тора, Донора и так далее. Значит, он пишет о жрецах, но в памятниках собственно скандинавских текстах мы жрецов не знаем практически, кроме одного, одного очень узкого сословия, которое называлось годы, связано со словом годы, бога, очевидно, годы, которые совершали жертвоприношение в Исландии, но не в Норвегии, не в Швеции. Ну, вероятно, таковые существовали в Дании, потому что от X века есть рунические камни, где упоминаются годы. Но в основном вот эти вот лица, которые совершали жертвоприношение, они известны по исландскому материалу. Как осуществлялось и кто осуществлял обряды, жертвоприношения и так далее, скажем, на территории Норвегии и Швеции в X, в IX веке, мы просто не знаем, нету никакой информации. И я не знаю, чтобы были найдены какие-нибудь погребения с сакральными предметами, которые бы говорили о жреческой функции погребенного. Сразу стоит вопрос, а что считать сакральным предметом? Нож, которым зарезали лошадь, принесли в жертву. Ну, это самый обычный нож ножей сколько угодно в погребениях. Дело в том, что в погребениях, скажем, очень хорошо выделяются торговцы, весы и гельки. Воины, торговцы, да. Да, воины, прекрасно. А что, как бы, является признаком жреца, священника, в данном случае сказать невозможно. Поэтому и вот по погребениям мы не знаем таковых. Так что, тут вот ограниченность наших знаний, конечно, очень сказывается сильно. Ну, и в выдох ничего не написано. Нет. И поздние христианские сети. Нет. Ничего совершенно. Когда была заселена Исландия, то, там, через столетие примерно, было введено административное деление на четверти, а четверти были разделены еще на более мелкие части. И в каждой части был свой Голый, который управлял, как бы, населением этой области и совершал жертвоприношения. То есть, он одновременно и, как бы, административное, и светское, и духовное власть в одном лице. Все. И даже никаких, в общем, сказаний о жрецах не сохранилось. Но мы знаем, что очень многие обряды все-таки совершались на дому, то, что называется, просто жителями. Скажем, культ предков это домашнее дело. Хозяин усадьбы там совершает пир, и первый тост, нет, второй тост произносится в память предков. А первый? А первый Один. Понятно. Предки вообще играли очень важную роль и вот эти кровно-родственные связи, потому что с вот этими с культом предков было теснейшим образом связано представление о личности и свойствах, качествах личности. Родовые качества наследовались. Причем вот человек особенно если он получал имя какого-то прославленного предка, то он получал и качество этого предка. Причем одним из важнейших качеств была удача. Понятие удачи. А богу удачи был? Нет. Нет, богу удачи не было. Но удача это было родовое качество. Значит, род конунга обладал максимальным количеством удачи. И конунг, например, раздавая дары, он не только наделял своих дружинников золотым браслетом, но передавал частичку удачи. конечно. Человек мог родиться удачливым и, соответственно, мог родиться неудачливым. Мог потерять свою удачу. Если он не следовал тому, чему он должен был следовать, он мог потерять удачу. Вот, скажем, любой викинг, становящийся предводителем отряда викингского, он должен был обладать удачей. Тогда к нему ушли воины. Иначе он останется один. Вообще Скандинавия очень интересная страна. Вот скандинавские верования, языческие скандинавские верования, как бы мало мы про них не знали, но сегодня я чувствую, что и я, и телезрители узнали чуть-чуть больше. Было бы интересно узнать, как эти языческие верования оказали воздействия на скандинавскую версию христианства. Это действительно страшно интересный вопрос. Я сейчас как раз статью об этом пишу. Может быть когда-нибудь мы снова встретимся на эту тему. А сейчас наша программа подошла к концу, и я хочу поблагодарить своих собеседников за интересный рассказ. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся вновь, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok